Здравствуйте, вы позвонили в службу спасения 911, я вас слушаю. Алло, я вас слышу, пожалуйста, говорите. Что у вас происходит? Сэр, сэр, я убил свою девушку. Так, постарайтесь успокоиться, вы уверены, что ваша девушка мертва? Назовите адрес, я направлю к вам медиков. Нет, сэр, уже поздно. Если только для меня. Сэр, вы можете представиться и продиктовать свой точный адрес, мы вызываем скорую. Я просто, я хотел, я просто хотел пошутить, я не хотел этого делать. Вернее, я не хотел, чтобы это было вот так. Постойте, вы не могли бы сказать, как к вам обращаться? Мое имя Стив, а ваше... Я же сказал, как меня зовут, вы издеваетесь? Прошу прощения, но вы не говорили, я не настаиваю. Скажите, что у вас произошло? Мы были на... Мы были на выпускном, мы... Черт, я любил ее. А потом... А потом она ушла с ним, понимаете меня? Черт. Черт, зачем она так со мной? Пожалуйста, успокойтесь, постарайтесь дышать ровнее, вы меня слышите? Что-то со связью, я не могу определить ваше местоположение. Вы можете назвать свой точный адрес? Да, я могу, я не против. Лейк Дейтон, Риджвуд Стрит, 235. Приезжайте и заберите эту шлюху! Я не знаю, как к вам обращаться, успокойтесь, скорая и патрульная машина уже едет к вам. Вы можете говорить со мной? Ответьте, вы в порядке? Вы сказали, что скорую нужны для вас, вы ранены, сэр? Да, я убил ее и... И себя грохнут, чертовой матери! Вы бы хотели жить после такого? Я понимаю, как вам трудно, но поймите, сэр, нужно просто это принять. Я не могу больше продолжать разговор. Нет, нет, не кладите трубку, сэр. Прошу, выслушайте меня, давайте поговорим. А какой смысл? Газ в любом случае взорвется минутой раньше, минутой позже. Какой газ, сэр? Вы что, выпустили в дом газ? Сэр, прошу, не молчите, спасатели уже рядом, вы здесь? Ответьте, сэр, вы в доме? Я прошу вас, ответьте мне, не молчите, помощь уже рядом. О, черт! Черт! Всем патрульным, код 1079, код 1079. Лейк Дейтон, Риджвуд стрит, 235. Пожарных и скорую срочно. В здании, возможно, два человека. Прибыв на место происшествия, группа спасателей дом под номером 235 не обнаружила. По указанному адресу проходила трасса. Спасатели были в недоумении. В этот день в городе Лейк Дейтон, штат Висконсин, не произошло ни одно происшествие. Как оказалось позже, в 1986 году, ровно 20 лет назад на этом месте сгорел дом. В полицейских и пожарных отчетах возможной причиной возгорания была неисправность газовой трубы. В доме нашли два трупа. Подростки, парень и девушка 17 лет. По заключению суд медэкспертизы, девушка скончалась чуть раньше парня от потери крови в результате ножевого ранения. Спустя 4 года участок был продан, а еще спустя 3 года на этом месте построили развязку дороги. Диспетчер Стив Уоррен, принявший этот странный вызов, решил разобраться в том, что же произошло в ту ночь. Он четко слышал взрыв в телефонной трубке, а связь самого разговора с происшествием 20-летней давности не давала ему покоя. В архиве он нашел записи телефонного звонка в службу спасения 911, который поступил ровно 20 лет назад именно с адреса Лейк-Дейтон, Риджвуд-Стрит, 235. Вы позвонили в службу спасения, что у вас случилось? Не молчите, что случилось? Вы можете говорить? Алло, алло, мне нужна помощь. Да-да, я вас слышу, сэр, назовите свое имя. Меня зовут Том. Мне 17 лет и нам нужна помощь. Алло, вы меня слышите? Том, что с вами произошло? Я вас не слышу, алло. Том, все будет хорошо, назовите свой адрес. Субтитры сделал DimaTorzok